Это событие произошло в те дни, когда европейцы еще могли свободно приезжать в Китай. Пользуясь такой возможностью, миссии посылали благовестников Слова Божьего и врачей. Но в Китае действовало тогда еще много разбойничьих шаек. Шайка Чанга была известна в округе своей коварностью и жестокостью. Разбойники жили высоко в горах, в пещерах среди скал, куда не рисковали заходить правительственные войска. Да и найти эти искусно замаскированные пещеры было не так-то легко. В темные ненастные ночи до зубов вооруженные люди Чанга окружали какое-нибудь селение и по сигналу главаря одновременно врывались в него, убивали деревенских собак, хватали и уносили награбленную добычу, стреляя в каждого, кто пытался сопротивляться им. Со временем они сбывали награбленное в отдаленных местах. Когда их запасы кончались, они опять устраивали вооруженное нападение на другое селение, так что никто в этом обширном горном районе не чувствовал себя в безопасности. Никто не смел противостать этой банде, тем более преследовать этих разбойников. Это было отвратительное сборище от петых негодяев, бежавших из тюрем или скрывавшихся от правосудия, большинство из которых ненавидело своего главаря за его беспощадность и жадность. Он всегда забирал львиную долю добычи себе, а роптавших наказывал немилосердно, но назад у этих людей пути не было. Поэтому они сидели сейчас и угрюмо слушали своего главаря. Он жаловался, что за последние дни банда очень мало добыла, и им надо напрячься побольше, и что он не намерен дальше терпеть такое положение. Он говорил, что в близлежащих селениях уже мало добычи, а у подножия одной высокой горы есть небольшой город с богатыми магазинами, в которых можно хорошо поживиться. Но больше всего он надеется взять в небольшой лечебнице, где лечат три шамана, три приезжих доктора, и куда приходят люди со всей округи. И там даже есть палата, где лежат тяжело больные. В такой лечебнице должны быть деньги, продукты, одеяло и другие вещи. Несомненно, у этих шаманов тоже есть что взять. В том городе их ждет богатая добыча. Этот план был намного рискованнее, чем все предыдущие, но у людей не было выбора. Возражать своему атаману означало верную смерть, а напасть на город — возможный шанс остаться в живых. Итак, один шанс из десяти — остаться в живых. Эти люди постоянно играли со смертью, другой жизни они не знали. А одеяла так пригодились бы им в холодные зимние ночи в горах, если только главарь не отнимет их. Нападение планировалось в ночь, перед новолунием, когда было очень темно. Еще раньше в город были посланы лазутчики, чтобы разведать все необходимое и сделать план улиц. Наступила последняя ночь. Все столпились над грубо нарисованным планом, и каждый получил точное задание, что делать, куда идти и что грабить. По свистку Чанга все безоговорочно отходят. Предполагалось, что вся операция займет всего несколько минут. Сам Чанг и двое других займутся больницей. Первые несколько минут все шло по разработанному плану. Больничного сторожа в два счета обезоружили, и Чанг в сопровождении двух разбойников ворвались в маленькую тихую палату, ослепив ярким светом фонаря испуганного санитара и забирая все подряд, что только попадало под руку. Они уже уходили, когда из дома выбежал доктор и две женщины. Их скоро настигли. Чанг с такой силой ударил мечом по вытянутой руки доктора, что было слышно, как треснула кость. Женщины отпрянули в испуге при виде сверкающего лезвия ножа. И в тот момент, когда Чанг приложил свисток к губам, чтобы дать отбой, он понял, что случилось непредвиденное. Город заранее приготовился встретить их. В нем находились государственные войска и полиция. Началась ожесточенная борьба. Повсюду слышались крики, стрельба, метались обезумевшие от страха люди. Чанг не знал, что делать, броситься ли в гущу сражение, чтобы помочь своим людям, или бросить награбленное и скрыться в лесной чаще. Он решил, что каждый сейчас отвечает сам за себя и нырнул в темноту, швырнув свою керосиновую лампу в деревянное строение госпиталя, надеясь, что пожар отвлечет преследователей. Ругаясь и спотыкаясь, весь в кровоподсеках, он бежал вперед, падал и опять вставал, пробираясь через кусты до тех пор, пока крики и звон оружия не остались где-то позади. На небе он увидел зарево и остановился. Он понял, что он один среди ночи и молчаливых гор. Один, но не в безопасности. На рассвете станут обыскивать местность. Ему непременно надо добираться до пещер, до скал и глубоких ущелий. Только там он почувствует себя в безопасности. При восходе солнца он, обессиленный, упал на землю и лежал под укрытием густо поросших холмов. Напуганный, изможденный беглец, спасающий свою жизнь. Его не поймали. Все следующие дни он продолжал двигаться вперед, переходя через горы, прося подаяния в селениях, иногда осмеливаясь предложить свою помощь в уборке урожая. Никто не подозревал, что этот уставший, с израненными ногами бродяга, Чанг, разбойник, наводивший страх на всю окрестность. Но он не находил покоя. Злой и самолюбивый эгоист. Он был предводителем разбойничьей банды. Он мучил и обманывал своих людей. Но теперь он тосковал по ним. Конечно, чувства похожего на любовь между ними никогда не было, но он по-своему гордился своими людьми. Интересно, сколько из них спаслось? Сколько из них погибло в последнем бою? Скольких арестовала полиция? Нет, он не мог больше терпеть неизвестность. Искать его, наверное, уже прекратили. Да и бандиты бы больше не узнали его в теперешнем виде. Он был чисто выбрит и одет. Он пойдет вниз, в город, и разузнает все о судьбе своих людей. И там, внизу, он попытается найти работу, может, даже купит маленькое рисовое поле. Потеря банды, казалось, совсем убила в нем боевой дух. Он жаждал сейчас только покоя и мира. И вот, однажды в солнечный день, когда в городе была ярмарка, он вошел в город, влившись в поток деревенских жителей. Он бродил по площади, все замечая и откладывая в памяти. Однако со стороны казалось, что он ни на что не обращает внимания. Лечебница еще не была отстроена, и чужих докторов не было в городе. Он постоял немного около развалин, посмотрел на них и начал расспрашивать местного жителя. Жаль, я слышал, что это была хорошая больница. Как случилось, что она сгорела? На дом напали разбойники. Они сожгли лечебницу и ранили нашего доктора. Теперь его нет. Но они обязательно вернутся и отстроят новый дом. А что случилось с теми проклятыми разбойниками? Их всех убили, как они того заслужили? Многих убили, многих арестовали. Троих ранили, а они были при смерти и лежали здесь. И что случилось дальше с теми ранеными псами? Полиция хотела выбросить их подальше, чтобы умерли там. Но доктор просил за них, сказав, пусть умирают здесь. Зачем? Он сам их хотел прикончить. О, нет! Эти белые исповедуют какую-то новую религию, любви. И он забрал тех раненых в свой дом, потому что лечебница сгорела. Его рука была сильно повреждена. Он не мог многое делать сам. Но давал указания белым женщинам, что надо делать. Доктор ездил в другой город, где ему наложили шины на руку, и вернулся на другой день. Днем и ночью он ухаживал за теми тремя злодеями, как за собственными детьми. Один все же умер. А двое поправились, и, как говорят, львы превратились в ягнят. А где они теперь? Их выдали полиции? Нет, нет. Полиция посчитала, что они умерли. И никто больше не интересовался ими. Когда доктор уехал из города, он взял их с собой. Они стали как бы его детьми. Думаю, они никогда не оставят его. А он никогда их не выдаст. Чанг не мог поверить тому, что услышал. Все звучало настолько невероятно, и только после того, как он услышал эту историю несколько раз, он начал понимать, что такое действительно возможно. Человек любил своих врагов и сделал добро тем, кто ранил его, сжег и ограбил его дом. А теперь эти враги сделались его друзьями. Любовь оказалась сильнее оружия. Ничего подобного жители в этой местности еще не слышали. В сердцах этих белых людей была какая-то неземная, непостижимая и непонятная для окружающих любовь. В ту ночь Чанг не мог замкнуть глаз. Ворочаясь без сна в постели, он перебирал в уме все услышанное и, в конце концов, решил искать источник этой любви. Люди, с которыми он разговаривал, говорили, что это религия любви и что, кроме этого доктора, есть и другие, которые тоже исповедуют эту религию. Чанг решил найти таких людей. Выполняя случайные работы и переходя из города в город, он искал ту религию, которая побуждает человека любить своих врагов. И, наконец, наступил день, когда Чанг нашел последователей того учения и с радостью узнал об источнике этой любви. Он также принял в свое сердце Иисуса Христа. Источником всепрощающей любви является Бог. И эта любовь изливается в мир через Иисуса Христа. Эта же Божья любовь дается нам через Духа Святого. Так что мы научаемся любить и прощать так, как наш Небесный Отец. Чтобы узнать, что означает Божья любовь, можно прочитать в Библии. Чтобы увидеть, насколько это важно для всех людей. В Библии есть такие слова. Потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам.